Всем привет! Я безумно рада видеть вас на своем канале. Сегодня хочу рассказать вам о своей покупочке в аптеке. И это именно косметические аптечные средства. И первое, с чего я хочу начать, это мицеллярная водичка для чувствительной кожи Сенсибио H2O от компании Биодерма. Для снятия макияжа и очищения кожи как с лица, так и в глаз. Все вы ее прекрасно знаете. Я купила ее впервые. Не удивляйтесь. И в этом тюбичке 250 мл. И я могу вам сказать, что пользуюсь я ей достаточно активно. Вы уже видите, сколько там нету. Великолепное действительно средство. Просто уникальное. Оно прекрасно очищает кожу. Оно великолепно снимает макияж. Любой макияж я уже пробовала снимать. Любую тушь. Все это очень хорошо снимается. Кожа чистая. Иногда даже я себе позволяла не умываться. Кожа абсолютно прекрасно себя чувствовала. Не хотела никакой воды. Здоровская вещь. Абсолютно уверена, что теперь это для меня станет абсолютным любимчиком, наверное, очищения лица и глаз. И больше мне, наверное, уже ничего не нужно. Итак, второй средство, которое я приобрела, это был крем от компании Биодерма. Это Севиум АЛ. Я уже не знаю, как это правильно произносится. Для кожи с тенденцией к акне. Здесь 30 мл. Выглядит туба вот таким вот образом. Я вам рассказывала об этом креме в моем уходе в вечернее время дня. Итак, кожа с тенденцией к акне. Крем оказывает оздоравливающее, успокаивающее и разглаживающее действие. Разработанный на основе последних открытий в дерматологии Севиум Ол. АЛ способствует удалению воспалительных элементов, черных точек, а также предупреждает их появление. У меня был пробник, я его попробовала, я его распробовала, я решила, что мне обязательно нужно это средство. Я его использую в вечернее время, наношу его на лоб, на какие-то вот здесь вот зоны, потому что именно в этих зонах у меня бывают какие-то прыщики. Я могу сказать, что это отличное средство. Оно мне идеально-идеально подошло. Оно имеет такую достаточно легкую эмульсионную молочко текстуру. Очень хорошо наносится. Действительно, если есть какие-то воспаления, раздражения, именно вот такого плана акне, прыщиков, то он их убирает, он это все вылечивает и препятствует появлению новых. Великолепный крем, я могу его абсолютно посоветовать всем. Здесь есть, естественно, кислоты, но это не мешает ему очень хорошо и нежно воздействовать на чувствительную кожу. Еще раз повторюсь, что не наношу я его, естественно, на щеки. Это у меня в основном лоб и какие-то вот эти вот боковые части. То есть у меня это происходит именно вот здесь вот. И он великолепно работает, он действительно все стирает просто на ура. И я его даже пробовала использовать как средство такого точечного действия. Просто великолепно. Хорошее средство. Мне подошло. Я не знаю, как другим. Слышала, что как-то ни о чем многие говорят. Мне очень понравилось. И я просто в полном восхищении. Следующее средство, которое я приобрела, это средство от компании Виши. Это дезодорант. Такой нашумевший дезодорант на Ютубе. Все его прекрасно знают. Мой любимый блогер Юльчик, привет, если ты меня смотришь. О нем очень много всегда рассказывает. Их много разных. Я решила себе приобрести вот такой зеленой крышечкой. Вот так вот он выглядит и вот так вот он называется. Он дезодорант-шарик, антипреспиран. У него такой большой, кстати говоря, очень удобный шарик. Он абсолютно не пачкает одежду. И если вы видели, он не пачкает даже вокруг, как вот у меня показывают, были предыдущие. Классное средство. Великолепно помогает справиться с какими-то неприятностями. Пользуюсь пока мало. Не могу сказать, что теперь это фаворит на всю мою жизнь. Потому что я особенно как-то не страдаю, наверное, каким-то излишним потоотделением. Поэтому я не могу быть каким-то особенным экспертом в области дезодорантов, антипреспирантов. Но это мне очень понравилось. Он очень мягкий. И что огромный плюс, здесь не содержится ни парабенов. И самое главное, что не содержится спирта. Поэтому после депиляции абсолютно можно пользоваться без проблем. И последнее, что я приобрела, это был шампунь. Как вы знаете, по пустым баночкам мы его сынули закончиться с шампунем. И, естественно, он нам был просто необходим. И взяли мы новый шампунь от перхоти. От теперь Ларош Пудзе. Итак, это шампунь-крем против перхоти с микроотшелушивающим действием. Он устраняет перхоти и восстанавливает естественный баланс кожи головы. Здесь показания сухая перхоти, сухая кожа головы, сухие волосы. У него именно все это так и есть. Эффективно устраняет перхоти, восстанавливает естественный баланс. И предотвращает повторные появления перхоти. Итак, коробочка выглядит вот таким вот образом. И сам шампунь вот такой вот он. Вот так вот выглядит шампунь. Итак, это шампунь от компании Ларош Пудзе против перхоти. Крем-шампунь для сухих волос с микроотшелушивающим действием. Пока он пользуется не так долго, но видно, что, во-первых, волосы сами по себе. И, простите, там салют. Волосы стали лучше, они стали мягче. Появился блеск, потому что вот от последнего виши, что-то у него как-то все было какое-то сухое, жесткое. Волосы не блестели. Здесь появился блеск. Волосы стали более мягкие, такие более ухоженные. И могу вам сразу сказать, помыл он один раз. И, конечно, он моет им раз в неделю и последующие разы. Но вот уже после первого раза ничего не было. То есть, наверное, какая-то проблема скальпа, может быть, решила замуж. Может быть, какие-то гормональные изменения в нем, наконец-таки, произошли и перхоть исчезла. Поэтому, как я уже говорила, что у него не грибковое заплевание. Почему ему нужны такие шампуни? Потому что у него не грибковая перхоть, это подростковая такая проблема. То есть, у кого это не грибок, а у кого это именно из-за какой-то, может быть, чувствительности, может быть, из-за какой-то сухости. Ну, почему именно сейчас нужно устраивать столюр? Если есть проблема сухости скальпа, сухости волос, все это шелушится, чешется и начинает потихонечку превращаться в такие микроштучки, которые мы и называем, в принципе, геркой, я думаю, что попробуйте шампунь от Ларош Пузе. Могу сказать, что с первого раза помог. Ну, честно говоря, я удивлена. Но потом, когда он закончится, я, конечно же, расскажу вам поподробнее, как он действовал и насколько он действительно стоит того, чтобы его приобретать. Итак, это были все мои покупочки в аптеке. Средства все практически... Да, все средства для меня на «вы». Все мне понравилось, все я уже оценила, попробовала. И, как вы поняли, сложилось свое мнение. Поэтому, если я чем-то была полезна и вам понравилось, то пишите мне в комментариях. Если есть какие-то тем более вопросы, я обязательно на них отвечу. Ну, а на этом я хочу закончить и прощаться с вами. Пока!